Первые шаги в новую жизнь. То, что невозможное возможно, доказала героиня нашего следующего сюжета Елизавета Михальченко. Малышке в августе исполнится три года, но все это время она не умела ходить. Диагноз врачей у девочки ДЦП для мамы Лизы Аси прозвучал год назад как приговор. Но девушка решила не сдаваться, правда посещение многочисленных дорогостоящих реабилитационных центров и лечения не приносили результатов. До текущего месяца в июне Лизу не только поставили на ноги, но и научили ходить. Трехлетняя Лиза Михальченко делает первые в своей жизни самостоятельные шаги, уверенно покоряя игровую площадку и смело катаясь с горки. Хотя еще несколько недель назад об этом оставалось только мечтать. Была зажатая, сидела неровно, очень-очень большой страх в глазах и равновесия практически никакого не чувствовала. То есть она все время висела на мне. Родители, у кого есть ДЦП, не ходячие дети, меня поймут. Больше, наверное, меня никто не сможет так понять. Мои руки и ноги, это были ее руки и ноги. И она постоянно на мне висела. Если идти, то она постоянно на мне висит. На детской площадке мы гуляем, и я постоянно с детской площадки хожу сама вместе с ней, потому что ей хочется, а она не может. Она говорит, я хочу ходить, как все детки. Они получаются. Я говорю, Лизочка, скоро пойдем, скоро пойдем. Лиза родилась в августе 2015-го. В год девочка не ходила. Попытки мамы Лизы Осии выяснить причины этого оказывались безуспешными. Местные врачи твердили, девочка пойдет. Но этого не произошло и еще год спустя, когда Лизе исполнилось два года, в Москве ей был поставлен диагноз ДЦП. Три раза в год ездим в различные центры. Реабилитация, лечение. И результаты были незначительные. Настоящим чудом для семьи стало июньское посещение центра Натальи Пыхтиной. О нем Осия узнала из передачи «Мужское и женское». Мы поехали. Нам помогли в нашем городе губернатор наш Александр Витальевич. Большое спасибо. Благодарны нашим родственникам, которые тоже нам помогают безмерно. Просто нет слов передать слова благодарности. Большое спасибо. Потому что это все не очень так недешево. Это лечение дается нам. Она взялась за Лизу и буквально за две недели сделала просто невозможное. Мы сделали первые шаги. Мы стоим без опоры. Мы начали двигаться, мы стали ходить. И просто моему счастью нет предела. Я просто в восхищении. С тех пор жизнь Лизы кардинально изменилась. Каждый день буквально расписан по минутам. Обычный день у нас начинается так. Начинаем мы зарядку. Вот тут все погладим. Ручки погладим. Животик, ножки. И начинаем ручками заниматься. Раз. Обычная зарядка наша. Два. Несколько раз. Вверх, вниз. Вверх, вниз. Каждый день тренировки, растяжки, упражнения на суставы и плечи, передвижения в специальной обуви, прием медикаментов и посещение врачей. Обязательные процедуры для достижения стопроцентного результата. Прогноз доктора Пыхтиной позитивный. Через два месяца Лиза будет ходить уверенно и без малейшей поддержки. На примере Лизы и наших пыхтенят мы еще раз убеждаемся, что потенциал наших детей огромен. И если мы сегодня лежим, то мы можем показать и удостовериться в том, что через две недели мы начали ходить. И Лиза нам это продемонстрировала. Теперь у жизнерадостной Лизы совсем другая жизнь, наполненная каждодневными открытиями и свершениями. Во время нашей съемки Елизавета сделала еще один новый шаг в свою новую жизнь. Вот я тебя подержу за ручку. Ты такая классная. Я так рада, что я с тобой познакомилась. Ты такая классная. Давай будем дружить. Давай, что вы, что вы? Давай будем дружить. Ничего себе, ты умница. Давай будем дружить, Лиза. Вот это да. Да? Приходи ко мне в гости. Будем что-то чай с конфетами пить. Лиза, ты сама встала. Слышишь? Молодец. В сентябре Лизе вновь предстоит поездка в Центр реабилитации. С семьей уже потрачены немалые средства на лечение. Сумма, необходимая для предстоящей поездки – 300 тысяч рублей. Помочь Лизе может каждый из нас, перечислив любую сумму на номер счета, указанный на экране. Я больше хочу поделиться не только своей радостью, но и сказать о том, что вначале было очень трудно. До года мы сидели как в своей скорлупе, мы боялись. Я вообще не верила, что у меня ребенок ДЦП. Мы как-то этого стеснялись даже. И вот так родители детей инвалидов, мы сидим дома тихонечко и думаем, ребенок сам вылечится, исцелится. На самом деле чудес таких не бывает. Надо лечить, надо двигаться, надо выходить из этой скорлупы и искать врачей, которым можно поверить и которые нас научат и помогут нам.